Приветствую вас! Полагаю, что у вашей проблемы есть несколько аспектов. Первый, это то, что вы говорите про своего мужчину, активно описываете, очень подробно описываете моменты, которые ему присущи, которые не нравятся вам. И вот вопрос, который я вам хочу задать. Вопрос заключается в том, всегда ли мужчина таким был или нет. Понимаете, если мужчина был таким всегда, и он всегда к вам так относился, значит, таков его характер. Таково его видение ситуации вообще в целом. И вам, лично вам, с этим не сделать ничего. То есть, вообще ничего не сделать. Потому что он не изменит свою позицию. Для него то, что происходит с вами, то, что происходит с вами обоими, для него, его точка зрения, его позиция, она верна с его стороной. И если он никогда не вел себя по-другому, если он всегда вот так вот себя вел, то простите, вы его таким принимали. Простите, вы его таким принимали, вы его таким терпили, а что случилось потом-потом? Ну вот вы говорите, что вы молодые и любите друг друга. Ну да, вы молодые, вы любите друг друга. Но при этом, это не мешает молодому человеку вести себя так, как он считает нужным. И вы понимаете, как? Взрослого человека не переделать. Взрослый человек будет думать и действовать так, как он считает нужным. Другое дело, если его поведение было таким не всегда. Если его поведение было таким не всегда и раньше он вел себя по-другому, то тогда можно, ну, достаточно правомерно задать вопрос. А что изменилось, собственно? Почему вещи некоторые изменились по отношению к вам? Можно подумать, а что заставило его измениться, что заставило его вести себя по-другому и так далее. Но если он изначально вел себя так, то он вы бессильны. Вопросы заключаются тогда в другом. А почему вы раньше терпели, а теперь перестали? Ведь раньше вас это бы, наверное, устраивало, а теперь перестало устраивать. Почему? Наверное, изменился ваш эмоциональный фон, наверное, изменились какие-то ваши, я так понимаю, приоритеты. Вы стали немножко по-другому воспринимать своего молодого человека. И здесь скроется основной момент. Момент, о котором вы написали сам в самом конце. Вы пишите, я всегда хотела замуж за моряка. Вот если честно, этот момент, он для меня показался едва ли не ключевым. Почему? То есть вы изначально хотели замуж за человека, который плавает. Да? Человек, который, ну, занимается такой деятельностью. И, наверное, вы сами себе нарисовали идеальный образ таких отношений. И они, собственно говоря, и мечтали об этих отношениях. Об этих идеальных отношениях, которые вы сами себе нарисовали. Вот только то, ради чего вы хотели замуж за моряка, было вами нарисовано без аспектов человеческой психики и человеческой природы. И те качества, которые заставляют людей идти в дальние плавания, например, те качества, которые заставляют людей становиться моряками, они оборачиваются негативом в других ситуациях, в другой жизни. И если молодой человек действительно морет, то у него такой характер, что он так относится к другим людям и так относится к вам. Почему так происходит? Нужно разбираться с ним. Можно высказывать много предположений по поводу того, почему он так делает, и какие-то предположения будут верными, какие-то нет, но это сути не меняет. Суть в том, что вы хотели замуж за моряка, вы мечтали об этом, и вы старались подогнать человека под реальный образ. Ой, под свой образ. Под свой образ. И когда вы это сделали, выяснили, что есть моменты, которые вам не нравятся. Какое-то время вы эти моменты терпели, ради того, чтобы получить то, что вы хотели изначально, да, то есть выйти замуж за моряка. Но, как оказалось, некоторые моменты терпеть нельзя, как, например, то, что делает мужчина. И теперь выясняется, что вы, собственно говоря, от него уходите, и его не принимаете. Но мужчина-то ведь мыслит логически, тем более моряк. И для него, с его мужской точки зрения, если женщина принимает выбор, она за него несет ответственность, и она его осуществляет, С мужской точки зрения, это правильный подход, потому что мужчина-то логика. Это человек, это объект, я бы даже сказал, субъект предметного логического мышления. А моряк в большей степени. И чтобы понимать женщину, чтобы разграничивать себя, свои представления там и ее, нужно иметь чуткость. Нужно иметь чуткость и желание понять человека. Ну, моряки никогда, вот сколько я встречался с такими парами, моряки никогда этим не отличаются. Это всегда суровые, такие вспыльчивые люди, которые любят выпить, и которые к своим женщинам относятся достаточно неуважительно. И могут быть их хорошие люди. Ну, понятно, что обращают психологу те, у кого проблемы. Так вот, проблемы у всех, в принципе, одинаковые. В данном случае. И возникает вопрос. А что было первее у вас? Первее у вас было желание выйти замуж за моряка, или вы вначале мужчину встретили, полюбили его, приняли его таким, как он есть, и потом уже захотели с ним раздать семью. Понимаете, если у вас привычным было желание выйти замуж за моряка, то вы под свои желания стараетесь подогнать теперь человека. И руководствовали свои начальни своими желаниями. И сейчас вы руководствуете своими желаниями, потому что вас не устраивает. Но правда в том, что хотеть выйти замуж за моряка, это значит хотеть получить определенные условия жизни. человек эти условия жизни вам создавать не обязаны. И вам нужно отграничить то, чего вы хотите для себя, то, ради чего вы вышли замуж за моряка, например. И то, как вы позиционируете человека, как вы относитесь к нему, и как вы его видите. Вот если вы сделаете это разграничение, вам будет проще и легче. Донести ничего до человека у вас не получится. Потому что он взрослый, потому что он застоявшийся, он сформировавшийся уже. Его не изменить. И моряки вроде бы как гордый, не гордый народ, гордые люди, они не захочут, он не захочет идти у вас на поводу, и не захочет, скорее всего, перед вами извиняться. Наоборот, он скажет, что это вы приняли такое решение, и нестите за него ответственность самостоятельно. Понимаете? Поэтому либо вы принимаете его таким, как он есть, и живете с ним, просто потому что вы хотели выйти за моряка, вот так же, что вы вышли, либо вы меняете свое отношение к ситуации, думаете, почему вы хотели выйти за моряка, что именно вам нужно, получаете это, а дальше ищите того мужчину, который бы вам подошел, без привязки к какому-то виду деятельности, и так далее, и так далее, и так далее. И тогда вы будете иметь гораздо больше шансов настроить нормальные отношения с тем мужчиной, которым вам нравится, и который бы вас устроил. Пробственно, нельзя требовать от людей определенной профессии, а раз моряк, значит, много времени проводит с мужчинами, и вообще мужская компания, это прям своего рода такая отдельная формация, нельзя требовать от людей субъектов определенной деятельности, некоторого отношения к себе. Они просто не могут вам это выдать в силу, так сказать, особенностей своего характера. И это то сегодня нужно понимать. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы у вас остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.